Торнадо Энерджи. Это шквал энергии, ураган эмоций и настоящий пихарь из 11 невероятных вкуса. Торнадо Энерджи. Мощный заряд энергии. Здарова, господа. Сегодня у нас последний день аукциона танкового. И сегодня опять выкатили два лота. Первый лот это 2D стиль, даже не трехмерный, стиль парящий дракон. Минимальная ставка 777-777 серебра. 77 тысяч доступно к продаже. Вот так вот этот стиль выглядит. Как по мне, ну, сильно на любителя. Но если вам все вот это вот нравится, почему бы не поучаствовать? Думаю, минимальная ставка пройдет. Также премтанк Гонсала. Если у вас есть колебан, то вы примерно будете представлять геймплей на этом танке. Отличительные фишки танка их две. Первая это вот этот вот уникальный 2D-3D стиль. Значит, в чем уникальность этого стиля? Видите, глазки, рот там слева, ручки. У этого стиля все это настраивается. У него там, ну, какое-то количество этих глазок есть, какие-то количество ртов. В общем, ему можно любую эмоцию настроить и с этой эмоцией выйти в бой. Этот стиль только для Гонсала, только вот для вот этого вот британского танка. Поэтому на другие его одеть нельзя. Но на британском танке вы сможете ручки там настраивать, пальчики крутить и так далее. Ну, в общем, для любителей там глазки сделать на своих танках. Ну, в общем, я сделал ставку на этот танк, потому что, ну, мне прикалывает. Значит, танчик у нас идет по системе открытый аукцион. То есть, вы будете видеть конкурентную ставку. Вот по вчерашнему опыту, если вы не видите конкурентную ставку, значит, количество ставок не превышает количество танков. Танков 25 тысяч. То есть, количество желающих принять участие в аукционе их меньше, чем 25 тысяч человек. То есть, можно ставить самую минимальную ставку, и она сыграет. Опять же, это нужно обязательно вот там с 8 до 9 вечера по московскому времени сегодня мониторить. Если вам этот танчик нужен. Соответственно, если вы видите, что конкурентной ставки нет, ставьте минималку. Если видите конкурентную ставку, там уже дальше сами думайте, сколько поставить. Плюс-минус в районе конкурентной ставки. Теперь немножечко поподробнее, ребят, про сам танк Гонсала. Я вам про это уже делал видео с полгода назад примерно. Может, меньше, там, несколько месяцев назад. Но неважно. Напомню, потому что вам сейчас нужно принять решение, делать ставку или нет. Ну, многие уже приняли решение, но тем не менее, понимание, что за танк в рандоме вам сегодня уже начнет встречаться, вы должны иметь. Итак, значит, у нас был на Новый год Колебан. То есть, это вот тот же самый Гонсала практически по внешнему виду. Вот, только с системой дозарядки на два снаряда, да? Так вот, Гонсала только внешний вид от того танка сохранил. Во-первых, здесь нет системы дозарядки. Здесь обычные цикличные орудия. И характеристики у него следующие. То есть, на ББшках он уже не пробивает 290, как Колебан. То есть, здесь пробитие всего 240, но на ББшках сальхой 440. Не очень выдающиеся, уже согласитесь, параметры, да? Также есть осколочно-фугасный хэш-снаряд. Там уже не 180 он пробивает, а 220 почти. Правда, сальфой 530. Вот, то есть, такой вот фугасик у нас, ребята, на 220 пробитие. Я напомню, что пушка цикличная. У нее лучше показатели сведения, то есть, она быстрее сводится. У нее лучше показатели точности. Но нет вот этого вот долгого бесконечного КД системы дозаряжания. Там в стоке перезарядка в районе 14 секунд. Что, ну, это хорошие показатели, на самом деле. Возможно, Гонсало будет отыгрываться приятнее, чем Колебан. Сам ни одного боя на нем еще не провел. Не было такой возможности. Но мне вот такой вот подход больше нравится, чем по 40 секунд перезаряжать первый снаряд на системе цикличной. Я же напомню, что здесь еще и комфорт орудия. Ну, он лучше, чем на системе дозарядки. Вот, поэтому я на Гонсало буду делать ставку, но тот же в пределах разумного. Потому что, по сути, это абсолютно другой танк от Колебана. Да, Колебан многим зашел, многим не зашел. Тут уже, как говорится, дело вкуса. Так что принимайте решение. Минимальная ставка 10 тысяч игрового золота, что не мало. Но напомню, что туда еще включен уникальный стиль. Обычно эти стили разработчики продают по 2, 3, 4, а то и 5 тысяч голды. Отсюда можно сделать примерную стоимость этого танка, ну, в 7 тысяч голды в номинале. Ну, а как вы его оцениваете? Вот, напишите, кстати, в комментариях. Будете делать ставку на этот танк? Или нафиг оно не надо? Не интересно. Остался у нас, кстати, еще из азиатского региона, который у нас не вышел. Гонсава в мае продавался ударный. Ну, посмотрим, будет, не будет. Это уже, как говорится, вопрос не этого аукциона, потому что он уже подходит к концу. Это уже последние лоты. К слову, о последнем. Я вас очень прошу. Сегодня последний день праздного дня рождения. Вкладка магазин, вторая вкладка сверху. Если вы последние 10 дней играли, вы наверняка даже сами того не замечаете, заработали праздничные монетки. Вот, я практически не играл эти 10 дней. 40 монеток у меня есть. Если я их сегодня бы не потратил, завтра утром они бы превратились в тыкву. Никакой компенсации за них не предусмотрено, ничего. Все заработанные праздничные монетки надо потратить. На что, решайте сами. Я на все купил бону. Там некоторые лоты ограничены. Вот бону можно купить 6 раз. Итого, получается, 3000 бон. Они лишними для меня не будут. Оставшиеся я потратил на 2D декали с отдыхающей мышкой. Вы можете потратить на все, что вам угодно. Главное, потратьте их в ноль. Сегодня вы, возможно, еще будете играть. Сегодня вам, возможно, еще будут доступны боевые задачи. Вы еще, скорее всего, монеты заработаете. Перед тем, как выходить из клиента игры, зайдите еще раз в этот магазин. Вторая вкладка сверху по празднованию 12-летия танков. И обязательно все подчистую потратить. Сегодня вы видели там таймер. Он уже подходит к концу. Там, ну, меньше суток остается до окончания этой акции. И когда все это закончится, ребят, эти монетки, не потраченные, еще раз говорю, просто исчезнут. Никакой компенсации не предусмотрено. К слову о том, где еще надо поторопиться. Ну, это не прям завтра произойдет. У вас чуть больше месяца еще. 27 сентября закончится очередной сезон реферальной программы. Разработчики говорят, что 27 числа реферальная программа будет остановлена. Внимание, остановлена. И вы не сможете зарабатывать реферальные очки до тех пор, пока они снова реферальную программу не включат. Могут они ее включить прямо в тот же день, 27 сентября. Об этом, к сожалению, нигде ничего не сказано. Могут они ее включить в тот же самый момент, там, 28 сентября. Но вот тут вот, знаете что? Совпадает то, что реферальная программа приходит на конец сентября. А как вы знаете, до октября нужно принять решение о переносе своего аккаунта на евросервер. Или оставить его в ру-сегменте. То есть вот эти моменты. Я не знаю, что будет дальше. Сгорят ли накопленные там очки. Все это, ну, надо смотреть, разбираться, проверять. Не самая приятная ситуация. И я не знаю, вернется ли вообще реферальная программа. В каком регионе, в каком виде и так далее. Но разработчики говорят, что после заморозки вот этой реферальной программы, когда новый реферал постартанет, вы сможете с того же места начать, на котором остановились. То есть ваш реферальный прогресс не сгорит, не обнулится. Но я так понимаю, это разработчики пишут только для тех, кто остается в ру-регионе. Потому что они сейчас отвечают, ну, Лесто отвечает только за ру-регион там, да. А те, кто перейдут в Европу, вы смотрите новости круглые. Ну, это я не от себя говорю, это от лица разработчиков. Вы, типа, смотрите эти новости и уже подробности на евро-сервере. Потому что, например, вот разработчики в ру-регионе не говорили, что при переходе на евро-сервер игроки будут там играть в отдельных серваках. То есть, что они не смогут попасть самостоятельно на официальные серваки Евро-1 и Евро-2, где играют все европейцы. Они будут только внутри своих Евро-3 и Евро-4 играть. Об этом написано только на евро-сервере. У нас в ру-сегменте об этом не написали. Поэтому сейчас надо будет мониторить до момента принятия вами решения и тот, и тот сервак. И тот, и тот портал новостной. Ну, я за вас это делаю, в принципе. Поэтому рассказываю. Если вы решите перенести свой аккаунт в Европу, соответственно, ваш рекрут останется здесь. Даже если он туда перейдет, то в любом случае реферальная связь будет разорвана. То есть, дальше выполнять реферальную программу с этим рекрутом вы не сможете. Потеряете слот. И, соответственно, все, что вы заработали за реферальную программу, нужно будет получить до перехода на Европу, если вы приняете такое решение. Соответственно, нужно до 27 числа. Или до момента, как вы приняли решение о переходе в Европу, обязательно потратить все свои реферальные накопления. Ну, то есть, забрать награду. В противном случае она будет просто вот так исчезнет. В общем, как вы видите, переход на евро – это потери тут, потери там, потери сям. Но это, как говорится, не остановит тех, кто желает это сделать. К слову, раз уж осталось немного времени, как вы видите, переход на Европу – это какие-то и то там, то сям потери. Вот, поэтому имейте в виду, что также, если вы фанатеете от отметок, да, то весь прогресс при переходе в Европу будет, ну, не сохранен. То есть, если у вас отметки 1, 2 или 3 есть на танке, они останутся, как отметки. Но если у вас, например, 94%, и вы хотите взять третью отметку, берите до перехода на евро, иначе весь прогресс будет обнулен, и третью отметку вам придется брать заново. Две отметочки на стволе останутся. Ну, а для тех, кто в РУ-регионе остается, прогресс сохранится. Поэтому спасибо, что смотрели, подписывайтесь на канал, жмите лайкосик, и до скорых встреч!